У меня сон, который снился мне в детстве, и, ну, я не могу сказать, что там много раз, но вот именно этот сон несколько раз. Это был большой медведь, который садился со мной на лавочку, и он просто меня обнимал, и мы сидели молча. И вот этот сон, ну, вот, я не знаю, может быть, раза три, он мне снился. Он приснился мне в детстве, он приснился мне как-то мне уже было лет, второй раз лет 12, наверное. Я почему его запомнила, потому что он мне приснился, он мне приснился в юности, этот медведь. Большой, просто огромный, но мне не было страшно. Я себя видела девочкой, я сидела рядом с ним. Вот такой, что это, я не знаю, я не трактую сны, я никому не обращалась, естественно, но просто вот такой большой, тёплый, какой-то добрый медведь. То есть с событиями в жизни это никак не перекликалось? Вы понимаете, мы же так устроены, что мы сами начинаем трактовать в силу своей фантазии, того, что происходит в твоей жизни, сами начинаем трактовать тот или иной сон и вообще то или иное событие, как какие-то знаки и прочее, прочее. Для себя я его потом, что вот этот большой, тёплый и добрый медведь, это был иметь Владимиру Щелотяну, с которым я встретилась случайно, и с которым, в общем, меня связала судьба, и благодаря которому я попала в этот прекрасный мир кино, театра, и вообще в мир искусства, и который меня всю жизнь опекал, и который снял легендарный фильм «Тавр уходит в небо», ну и так далее, и так далее, и который, в общем-то, изменил мою жизнь.